Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Арсений, архиепископ Серпуховский. Преосвященный Арсений происходил из рода Жадановских, давших Церкви Христовой ревностных пастырей. Родился он в 1875 году в семье протеерея Иоанна Жадановского. И с детства отличался исключительным благонравием, кротостью и смирением. Печать Божьего избранищества проявилась следующим знаменательным событием. Девятилетним отроком поступил он в Харьковское духовное училище и среди своих товарищей оказался самым малым по росту. Однажды посетил училище преснопамятный архиепископ Харьковский Амвросий. Всех учеников собрали в актовом зале и выстроили рядами. Владыка, проходя по рядам учащихся, обратил внимание на благоговейного маленького отрока Александра Жадановского. Вывел его на середину зала и, обратившись ко всем, сказал, «Смотрите, вот теперь это самый маленький ученик, а будет архиереем». Эти слова знаменитого церковного вити и святителя воистину оказались пророческими. Через 30 лет, 8 июня 1914 года, он был поставлен епископом Серпуховского. В истинном духе пастор и начальника Господа Иисуса Христа совершал свое святительское служение впречь до злосчастного 1917 года. К расследствии техчайших церковных переживаний он вынужден был устраниться от официального служения Церкви Христовой. С захватом государственной власти большевиками епископ Арсений был выслан из города Серпухова в Москву и через некоторое время в город Подольск под Москвою. По усиленному ходатайству его паства ему было разрешено возвратиться в Серпухов. Но владыка Арсений совместно с ефремовским епископом Сергием вели открытую, смелую и самоотверженную борьбу с неверием. Тогда оба они в 1929 году были арестованы и заключены в тюрьмах владыка Арсений в Москве, а владыка Сергий в Туле. В следствии вторичного усердного ходатайства православной церковной общины города Серпухова обоих преосвященных выпустили из тюрьмного заключения. Причем владыка Арсений был создан в город Звенигород, но затем ему вновь разрешили пребывать в Серпухове. Во внимание к его деятельности митрополит Сергий возвел его в стан архиепископа. Однако преосвященный Арсений с неизменной неустрашимостью продолжал свою защиту Церкви Христовой и обличение безбожие. Тогда его опять арестовали и сослали в Соловки, где он находился в тяжких принудительных работах, а преосвященного Сергия выслали в город Бузулук и там расстреляли. По прибытии в Соловки архиепископ Арсений был лишен присвоенной его сану духовной одежды и облечен в убогое рубище. Нарвало острижен и помещен в общий барак с прочими заключенными числом в 300 человек, с общими нарами в два яруса. Как духовное лицо Нарочито было он посылаем на особо тяжелые работы при весьма скудном питании, плохой одежде и обуви. Однако, несмотря на эти утеснения, владыка Арсений не переставал получать окружающих его Слову Божию, воодушевлять и укреплять их в вере Христовой, чем, конечно, вызывал по отношению к себе еще большую ненависть чекистов. В одинаковом положении находилось и прочее православное духовенство, томившееся тогда в Соловках. В июне 1934 года незначительная часть духовенства вместе с архиепископом Арсением была перемещена в концлагерь на материке Медгора. Условия жизни в Медгоре были несколько лучше, нежели в Соловках. Но все же владыка Арсений здесь был помещен в общем бараке с тем же количеством обитателей, в тех же условиях работы и полуголодного существования. Это был уже последний год его страдальческой жизни. Владыка Арсений, не считаясь тяжелыми условиями тюремного быта, непосильного труда, нищенского одеяния и весьма скудного питания, по-прежнему не умолкал получать в Слове Божьем своих сострадальцев, укреплять в святой вере, утешать, ободрять и нравственно поддерживать, и в то же время предостерегал, не доверяясь лживым обещаниям пленившей их богоборческой власти. Конечно, последние знали все это и решили наконец совсем его убрать. В полуночный час на 17-е, 30-е июня 1935 года чекисты пришли в барак, где тонился архиепископ Арсений. Взяли его самого и с ним еще девять заключенных и приказали им выходить из барака. Страдалец понял, что наступил его последний час. Благоговейно осенил себя крестным знамением и всем находившимся в бараке преподал последнее Божие благословение, сопровождая его словами «Мужайтесь и крепитесь». И сказал это выше, сопровождаемый чекистами и прочими девяти смертниками. Обитатели барака, любившие и уважавшие владыку Арсения, горько заплакали. Смертников посадили в машину и увезли за пять километров от лагеря, где всех их расстреляли. Перед смертью владыка Арсений имел мужество сказать своим палачам последнее слово прощального привета. Тела расстрельных были брошены в общую могилу и засыпаны хлороуглеродной известью, которая съедает и сжигает тела, а та, что остаются только одни почерневшие кости. Так мученически закончил свою правильную жизнь преосвященнейший архиепископ Арсений, православный наставник, благочестия, учитель, архиереев украшения, монашествующих, слава и похвала, воистину душу свою положивший запас. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok